Всем привет, мои дорогие, вы на канале Лары Никонкларов. И сегодня из своей поездки в Анталию, я думала, запишу одно видео, но, судя по всему, получается в трём. Потому что не могу удержаться. Очень хочу вам рассказать об одном кафе, как здесь называется оно. Кафе, которое готовит барани, не лепешечки, а котлетки, да. Называется оно Шимшек. Вот, Шимшек Аслым, чтобы вы, вот тоже, потому что, почему показываю именно название, потому что в Шимшек здесь очень много. Они почему-то, Шимшек это по-турецки молния, да, и они прямо на каждом уровне Шимшек, там вот здесь, допустим, Осман, там Шимшек, мы ещё проезжали что-то. Этот, я ещё раз говорю, Шимшек Аслым. Мне про него говорили, что очень хорошее кафе, вот, но, вы же знаете, пока сама не попробую, никогда не соглашусь, что хорошее кафе. Мне всегда очень нравилось Кафтеси и Юсуфа в Баване. Мне сказали, что здесь намного лучше. И вы знаете, я точно могу сказать, что, ну, здесь вкуснее, здесь много всего, вот, того, что подают перед основным блюдом. У нас на двоих, вот, у нас получилось, смотрите, четыре бутылочки воды, четыре бутылочки вот таких Айрана. Вот внутри я выпила, да, вот, вот. Потом, а каждому по, она была нарезка, я показывала, помидоры, агурцы и трава. Потом было, вот, что-то я, потом в этом видео посмотрите, вот, что ещё, лук, перец, это всё нагрели. Потом лук, перец, ну, такой перчик, это я вам покажу, то, что здесь это всё было. И, в общем, нам всё это обошлось всего 120 лет на двоих. Потому что сказали, чай здесь тоже сколько хотите, это бесплатно, нам чай тоже несут и несут. Вода, пожалуйста, Айран, пожалуйста, ну, в общем, всё, я для себя решила. Если, ну, так будет, ещё такая возможность поехать, допустим, в Анталию так на машине, что оно не самим на автобусе, да, а на машине именно, то обязательно сюда заезжать, кушать, потому что, ну, мало того, что это действительно всё очень красиво. Там, вы посмотрите видео, там большой зал, я всё сняла, всё, что они тут же при вас и готовят, всё аккуратно, всё чисто, очень чисто. Настолько все доброжелательные горшоны, да, официанты, ну, действительно очень доброжелательные. Они, тут несколько человек ходят, помогают, помогают ставить машину. Там женщины подъезжают, они открывают там дверцу, чтобы они выходили из машины. Ну, в общем-то, классно. Вот здесь за моей спиной ещё магазинчик, и здесь уже всё, ну, в смысле, ещё готовое. Не готовое, а, наоборот, как полуфабрикат. Я сейчас зайду, там вам посмотрю туда. Ну, короче, вот такое у меня получилось неожиданное видео, но я не жалею, потому что это того стоит. Действительно, очень-очень хорошее. Правда, мне понравилось очень. Плюс, настолько демократично по цене в нашем случае, это тоже немаловажно. Ну, всё, мои дорогие. Смотрите, видно? Вот, смотрите, мы сейчас приехали в ресторан Шимшек Аслан. Аслы. Вот, но здесь на каждом углу просто ресторан такие Шимшек, Шимшек. Они все разные, но называются Шимшек. Мы идём в Шимшек Аслан. Спросили, где мы хотим сидеть, на улице или с кондиционером, с кремом. Мы сказали, что на улице. И мы сидим вот за таким столиком тоже. Тут сразу у них уже перчик есть, чесночок есть, но айран есть. Сейчас я для вас сниму, как тут же сразу готовят эти кофте си. И вот здесь и лепёшки подогреваются. Видите, лук уже готов. Уже... Уже есть. Хорошая вытяжка. Я стою рядом, и на меня даже вот, ну, не пахнет ничем, нет ни дыма, ничего. Вот здесь у них уже готовые боксы с зеленью. И там у них перец, это тоже для гриля. Сейчас пойдём с вами дальше. Сейчас там пока... Видите, как-то здорово. Это зал у них тот, который с клеймо, с кондиционером. Есть у них и второй этаж ещё. Здесь телевизор, конечно, надо обязательно. Ну и вообще всё очень-очень так прилично и очень мило. Сейчас мы с вами пройдём чуть дальше и посмотрим, что у них готовится чуть дальше. Вот здесь у них готовится сладость. Это пахлава, я думаю. Ну, а что-то ещё, о чём я вам не скажу. Ну, вижу, у вас... Молодцы. А буллы? Буны. Яс. Пиас. Ну, ребята, с вами узнавайте, что такое пиас. Пахлава у нас готовится. Спайл и фото. Вот я так и делаю. Лечь. Да. А здесь у нас готовится чай, кофе. Всё в это. Так интересно, они все такие молодцы, они все вокруг стали. И говорят, показывай нас, показывай. Спасибо. Вот. Ну, там у них есть. Сейчас я подойду раньше. Да, вот здесь у них целая стена всяких благодарностей. Ну, и, конечно, касса. Не знаю, в всяком случае. Действительно, сейчас мы попробуем, как это на вкус. Но я думаю, что должно быть всё очень вкусно. Вот пока я ходила, снимала, сейчас нам, видите, вот это всё поставили. В смысле, кэфтэси – это то, что мы заказали. А всё остальное – пахлава, перец, айран – это всё у них в подарок. Представляете? Ну, я, конечно, не знаю, потом скажу, сколько стоит кэфтэси. Мне сказали, что они очень вкусные. Ну, блин, мне уже подарков хватило. Я бы уже, собрав подарки, сказала бы, ребята, спасибо, я свободна. Вот здесь у них, кстати, тоже вовнутри заходишь, где магазинчик. Я вам потом зайду, сниму, когда про это. Там тоже можно посмотреть. Вот это же блюдо, которое там, помните, мужчины нам готовили, да? Я спрашиваю, ну, что это? Все говорят, ну, это пиас, пиас. Фасоль. Тут всё, соусы, видите, там помидоры. Наверное, всё, что было дома. Ну, попробуем, узнаем, что такое пиас. Видите, конечно, действительно, очень люблю айран. И всегда его покупаю, но почему-то он всегда здесь был в таких баночках. Ну, а здесь в бутылке так здорово. Вот я вам показываю поближе. Уже на гриле приготовлен перчик, да? Огурчики, помидорчики с зеленью, лимон. Здорово. Ну, а фьетал сонным. Сейчас попробую, что такое пиас. Сейчас расскажу вам. Ну, лимон добавлен понятным. Что-то с яйцом, соусим. И с белой фасолью. Не понимаю. Ну, никак не... Не невкусно. Прикольно. Слушайте, ну, по правде мне сказали, что картоси здесь выше всяких похвал. И это действительно так. Прям очень вкусно. Ну, я, конечно, понимаю, что все, мы это не съедим. Очень жаль. Но котлетки прям очень вкусные. Вот находит трамвайная линия. А здесь, напротив, тоже картоси. Только здесь осман. Шишек. Так, здорово. Тут одни только... Ну, вот так. Ну, вот смотрите, чтобы вы точно не потеряли это кафе. Да? И... Уголь. Ну, все, теперь вы точно не заблудитесь. Ну, и как ориентир я вам показывала. Вот смотрите, вот этот мост. Да? Вот так. Ну, все, что магнай для вас сделала. И когда? Юз от Уз. Это 130 лир. Дальше. Юз 140-140. Юзели. Юзели? Ага, 150. Юзели. Ага, это все? Ага, сейчас, минуточку, косерми. Ага, это 120. Юзели. ulfillies. Юзели. Юзели. 150, 150. Юзели. Юзели. ствуешься? 120, 160 и лили 150. Да, колбаска? Ну, все понятно. Все ясно, все понятно. Ну, вот так. Все, вот видите, все нам цены сказали. Здесь еще у них есть курочка. Но курочка мы сами уже спрашивать не будем. Все. Слушай, Кюрляк. Ну вот, мои дорогие, пока вы смотрели видео, мы все поели. Ну, сейчас нам уносили все со стола. Ну, так было жалко столько всего. Осталось бы очень много всего. Я бы, конечно, сказала, можно завернуть домой. У меня там еще и дом выглядеть. Ну, это было не совсем удобно. И поэтому осталось много. На двоих, всего, что принесли, это прямо объезд. И сейчас можно еще 10 раз попросить чай. Ну, не так, что вы просидаете, пожалуйста, просто чай. И столько сладкого и все вам принесут без единого звука. Вот. Поэтому еще раз приглашаю, предлагаю вам, да, если вы будете здесь, то обязательно заходите в этот. Это район Аксай, да. Район это Аксуи, да. И знаете, как только мы вот въезжаем в подмост, потому что дорога пошла прямо в Аланию, а мы и съезжаем, да, и нужно повернуть и заехать в район. И вот на этом самом повороте вот здесь и начинаются вот эти все шимшек, шимшеки, да, кафе. Вот. Поэтому вот именно сюда вы прямо въезжаете. Сейчас я посмотрю, я вам сейчас близко, я вам сфотографирую, и поставлю потом с телефоном, и со всем. Это вот я салфеткой пользовалась, и поэтому сейчас я сфотографирую, и вам поставлю. Все, на сегодня я с вами прощаюсь. Как всегда, приглашаю вас подписывайтесь на мой канал. Как всегда, говорю вам, читайте мои посты на Instagram, потому что там очень много самых последних новостей. Кстати, кто еще не знает, у меня теперь группа есть еще и в Telegram. Мой любимый Greenway, потому что это будет отдельная тема, но я этим тоже занимаюсь. Все, поэтому читайте меня, смотрите. Ну, а я, как всегда, стою с вами в вашей Ларе. До новых встреч на моем канале. Все, всем пока. Ну и все, мы дальше направляемся в Аллайн.